привет друзья рад всех видеть на канале с микрофоном по жизни сегодня закрываем гештальт еще одна система эмуляции почему система не микрофон сейчас расскажу на самом деле это гештальт мы сегодня закроем потому что у меня есть должок тут уже у нас появилась лава от акустик аудио а закончили мы на стивене слэйте наше все стивен слэйт и перед этим был ролик как перестать волноваться и так сказать начать жить и перестать покупать новые микрофоны при этом так вот одним из решений является просто эмуляция эмулируйте себе на здоровье имейте вайб разных микрофонов и сегодня слава богу все производители так или иначе эмуляции они нам правду говорят мы не даем вам за 100 долларов или даже за тысячу звук микрофона ну это система плюс а микрофон за 10 тысяч например применяя систему к любому микрофону и на самом деле внутри townson lab читай you от сферы нету ничего сверхъестественного все тот же китайский капсюль все те же китайские комплектующие и нет там никакой ровности просто многие многие думают что там ультра ровный микрофон и поэтому мы накладываем какие-то а чеха щеки сейчас обо всем по порядку расскажу если вы смотрели выпуск про стивена слэйта ссылки на все ролики будут в описании пройдите посмотрите как мы вскрывали эту систему у стивена слэйта есть маленький косичок это почему я его не могу поставить на первое место хотя очень хочется у него его микрофон родной благо сегодня есть такой сайт как audio test kitchen ресурс где выложены огромное количество а чеха всех микрофонов и в том числе моделирующих так вот сам по себе сырой стивен слэйт это микрофон у которого срезаны достаточно хорошо низы но и есть легкий подъем там на пяти на шести до восьми полочка и многие воспринимают это как ультра ровный микрофон то есть нету басов вот например парень басовиты это пятое поколение на то же самое что 4 то же самое что сигнача серия и когда люди на стивена слэйта накладывают к себе на дорожку у них вдруг появляется очень большой буст понизу естественно там вверха меняются но у стивена слэйта очень сильно намудрено в плане применения вот именно этого самого внутреннего эквалайзера потому что безусловно все системы переменяют а чеха применяют транзиенты для того чтобы например сделать из широкомембранника динамический микрофон нужно его покрасить и немножко прибрать транзиенты потому что ведь этот парень по другому реагирует тем более если ты делаешь из этого из этого парня палочку тебе наоборот нужно добавить транзиентов поэтому я считаю что системы они по трем направлениям работают то есть это а чеха применение это краска то есть они используют некий алгоритм подкраски мы это видели у слэйта и традиенты вот три составляющие успеха ну а что то еще со звуком сделаешь никаких там пространственных эффектов естественно не применяется то есть просто работает с исходным сигналом этот слепок применяется ну стивен слэйт это не первое место на первом месте как раз таки у меня всегда стояла система тансон лаб l22 именно так называлась до того как компания у от купила эту контору с потрохами сегодня у них вышел еще один интересный микрофон вот и надо сказать что сейчас уже нельзя так просто скачать этот установочный пакет тансон лаб но если ну в принципе тут вот она не действует также как антилопа купил палочку зашел код ввел и тебе как бы софтина качается иначе не работает еще и донгл к этому купить ко всему удовольствию тогда уже эмулирует там 12 легендарных микрофонов а когда там можно было скачать и друзьям если вы подписаны на пусть и вы тоже можете скачать эту систему будем вместе с вами эмулировать разные микрофоны конечно же за 100 долларов из микрофона за 10 тысяч долларов микрофон ты не получишь звучание но общего и в общую краску для того чтобы успокоиться перестать покупать новые микрофоны ты получишь забегая вперед скажу что я последнее время вообще не пользуюсь симуляциями есть замечательные микрофоны поэтому сейчас я даже уже вот смотрю на этот сантроник с который был куплен stc 20 потому что у него а чх очень сильно бьется с нашим сегодняшним героем и понимаю что мы в принципе это уже избыточно я могу получить любой звук благодаря антилопия встроенной dsp раз 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 подкрутил огромное количество плагинов какой хочешь я сделал звук наложил компрессор и у меня готовый звук как мы вскрывали стивена слэйта мы брали оригинальный микрофон 57 и просто на разнице играли именно ту разницу в кюрв и кюм в эквалайзере применяли сегодня мы повторим этот же шаг только добавим еще как 87 этот голландс то есть будем ориентироваться попадем в его звук или нет потому что когда ты эмулируешь 57 у тебя есть упущение по верхним частотам и потом когда ты хочешь например реально дать краску sony 800 у тебя уходят верхние частоты потому что к сожалению этот парень ну никак не играет на них а нам ведь нужно знать что нам применить вот для этого микрофона и для этого очень похожего микрофона так вот про применение про танцун лап я почитал западные форумы посмотрел что там ребята рекомендуют купить просто любой ровно неровные широкомембране китайского производства там у них капсуль 797 или или альктрон дословно контора молчит естественно от и применять но тут си-двенашка но не показывает очень похожий результат эти микрофоны и и полочкой убирать вверх но мне кажется что это недостаточно потому что в середине там тоже есть свои нюансики вот поэтому просто убрав вверх мы не получим вайб какого-то определенного микрофона микрофонов системе много и все они хороши и лично в моем топе на первом месте это у от сверху там с на пыль 22 на втором месте это все таки антилопа дуо edge дуо не соло потому что в слово там немножко грубые ну и третье место бы сказать будет стивен слейд с его вот этими вот непонятными пиками которые тем не менее люди я знаю на практике применяют и получают какие-то краски то есть где-то если вам нужно например ну реально у вас верхастый микрофон x1s сейчас микрофон перейдем вы хотите убрать его яркость накладывайте любой там 67 и у вас получится хороший результат так вот какой же микрофон нужно использовать а какой не надо использовать в качестве исходника донора для этой эмуляции модуляции это должен быть широкомембранник не красящий максимально простой льюиты до а к гшки до кроме c2000b конечно же так старый все так старые подходят кроме 35 ну и льюит 240 если у вас есть либо с электроникс x1 а то есть электреты увы благодаря своей краски они чрезмерно красятся ну и конечно же не подойдут динамические микрофоны из динамики ты потом не сделаешь широкомембранных 67 ну что начинаем погнали в систему ух честно вам скажу друзья мои вот сейчас поставил stc 20 от санктроникс пишу я это видео уже второй раз потому что первый раз смонтировал получилось на час нужно подрезать нужно что-то очень быстро объяснять поэтому весь механизм подгона а это я сейчас открыл как раз таки ну тут если хотите проект подгона причем здесь уже участвует гланц у меня я только что проверял и оказывается мы попадаем с этим гланцом если пишем сантроникс и другие микрофоны в винтажный 87 до этого дойдем пока давайте просто механизм такой знаете то что вот на что я обращал внимание когда я обозревал этот продукт собственно ну вот вы видите его мордочку да мне мне всегда не нравилось то что мы видим к система за точно так чтобы писать вот здесь вот смотрите в противофазу то есть он как будто бы в бок микрофона я под я думал как это что это читал manual и конечно же эврика на самом деле система ну вот видите нужно читать мануал система то это заточено под стерео да то есть микрофон например не ватон 550 рекомендую даже посмотреть это видео я даже себя ловил на мысли что 50 550 и не ватон это будет один из самых идеальных микрофонов он сам по себе звучит круто и когда им еще делаешь вот такие вот вещи как l22 умеет делать то просто супер становится то есть тут нам нужно два сигнала то есть это стерео плагин в связи с тем смотрите какой тогда фокус можно сделать мы берем вот отсюда не моно а стерео и забираем два первых канала у меня уже здесь подано вот сейчас посмотрите что будет твориться у нас с картинкой мы видим что она поменялась и теперь я говорю конкретно видите у меня теперь попадает в кардиоиду и здесь я могу уже делать различные восьмерки супер кардиоиды или круг да а вот сюда я сейчас буду говорить это получается зад микрофона то есть это за тут вы сейчас его не слышите я замьютил я пишу просто скрин то есть они должны быть вот так грубо говоря и чтобы вы понимали да но но это вот такой простор для фантазии для полета то есть можете это этим пользоваться но можно писать как бы стерео режим потом оставлять только первую дорожку например то есть много заморочек но я понял что когда мы перестреливаем и я много раз поверьте я с этим плагином переночевал не одну ночь и сейчас будет на самом деле уникальный контент и почему то странно что никто до этого не додумывался мы сейчас с вами пройдем все до чего они додумывались да например западные блогеры мы попробуем здесь просто опустить полочку но перед тем как мы опустим полочку сейчас я покажу еще вам на ну давайте вот здесь вот на кюрве так она будет просто анализировать меня не будет писать смотрите что она делает давайте там сон ламп в отдельный выведем плагин и вот посмотрите как он будет работать с частотками давайте мы где-нибудь вот смотрите чтобы твориться с верхом да то есть у нас постоянно около двадцатки я имею ввиду вот эту зону смотрите постоянно двадцатку он будет задирать вот нам нам это нам это не нужно я считаю вот ну пускай влетят в меня камни о вот здесь вот что вот что это такое посмотрите как он 414 воспроизводит вот этот шлак эту всю грязь и ту муть во первых нам не слышно лично я себя недавно протестировал где-то 12 с половиной дай бог 13 килогерц ваш покорный слуга слышно эти девушки слышат намного лучше или вот здесь я понимаю что здесь вот такая вот загогулина нафига нам эта двадцатка которая уходит вверх и в союзе и во многих да вот сейчас будет палочки сейчас будет пушечка 416 сенхайзер то есть он воспроизводит это вот так нужно это учитывать и поэтому во время записи и во время эмуляции мало того что ну там полочки либо мы будем накладывать смотрите какой кюр в кю вот в данном случае для этого микрофона у меня получилось вот такое это чисто его вот stc входная цепочка вот я уже сделали себя скажем так подборку и даже вот когда мы подбирались записал я stc как retro 87 и мы практически только по басам опять-таки по басам мы всегда будем промазывать ну что бас нам не попасть здесь можно единственно это вот правочку сделать по басам вот выровнять если вы не понимаете о чем идет речь как у какой выравнение как он приводит микрофоны пожалуйста посмотрите как мы это делали у стивена слэйта там будет все объяснено сейчас мы с вами просто пройдем пропишем дорожку это все я выключаю сейчас все плагины смотрите и предлагаю например писать с ультрасоник фильтром если вы подписчик бусти вы понимаете о чем я говорю то есть мы здесь закрываем вверх и убираем например по 16 по 17 вот где-то так чтобы нам не писать грязь и ставим его первым плагином то есть это правило хорошего тона вообще при записи и даже это делаю когда записываю с плагинами для того чтобы альяснингу брать вот такой маленький лайфхак но мы сейчас сюда возьмем какой-нибудь фабец fab pro q3 а потом откроем один интересный сайт вот не смотрите что тут 2 на самом деле 20 и 2 это суть одно и то же просто у второго добавляются сюда обрез низких частот и аттенюатор а у третьего добавляется еще и задняя стенка то есть там двойной капсюль ну да бог с ним дойдем в обзоре обо всем этом расскажу давайте посмотрим откуда полочка то начинается смотрите девятку то есть мы девятку можем плавненько опустить и причем давайте посмотрим какая между ними разница ну не намного до буквально там грубо говоря три децибела нам этого хватит до делаем девятку на 3 децибела 5 таки выбираем здесь полочку вот эту полочку потом чуть-чуть наверное все таки а видите что он хочет нам сотворить да ну и здесь наверно чтобы это все еще вот так вот задавить вот придется нам такую полочка минус 3 мы видим что она будет больше поэтому минус 2 потому что шельф это полочки уходит вот туда вот как бы вот так раз два три 4 5 это для того чтобы убрать этот верх то есть вот так вот нам предлагают записываться люди которые и сейчас townson lab открываем и будем с вами смотреть там с любых с любых с любых с любых давайте союза и начнем вот и запишем прямо вот в эту дорожку сейчас вы будете слышать а я буду здесь переключать для того чтобы понимать что мы слышим да то есть это вот пока очень грубый пример потому что я пока объясняю как работает плагин да то есть что мы сейчас будем вращать мы с вами уже увидели и так у нас отправная точка поехали я сейчас даю буквально 34 децибела на него вы слышите как звучит союзец каждый звукорежиссер желает знать как звучит союз вот на это все не обращаем внимание фильтры не включая потому что мы когда начинаем включать фильтры которых слову нет на союзе там сотка двухсотка да то есть начинается вот такие вот proximity effect здесь тоже не работает ну сказать на ломаном без оригинального микрофона дальше у нас идет 451 я про этот а кг рассказывал когда мы тестили так старый пушка ну тоже вот звучит вот так вот и мы везде ну микрофона ribbon вот он 57 если бы мы просто делали полочку то есть в принципе если вы не знаете какой вот микрофон как у вас звучит вы делаете полочку но я еще раз вам покажу у нас здесь будет тоже свои нюансы посмотрите четверка провалена и девятка провалена то есть это вот на основе оригинального сравнения с оригинальным 57 так движемся дальше мы сейчас все еще слушаем 57 и потом если я не ошибаюсь у нас по графику наступает наступает шура с м7b каждый звукорежиссер желает знать хочется сразу говорить пародийному да немножечко туповатенький может быть похож но опять-таки stc 20 я вам свое мнение потом расскажу когда мы послушаем другие микрофоны сейчас мы еще девушку послушаем вот его вечный соперник ре 20 пошли всевозможные на на гитарные скажем так кабинетные вот здесь уже можно что-нибудь спеть как в клипе невозможно рассказать наизусть войну и мир очень сложно но там она в 441 поет так опять-таки пошли а кгшки 12 ну и вот он типа линейный причем здесь есть диффьюзный здесь есть еще директ вот директ это просто по направлению безо всякого якова пишет он прямой ну и 47 лучший микрофон для фрэнка синатры для фрэнка синатры мы еще подавим с вами потому что я говорю что я переписывал это видео писал и обычно и с давлением 47 мне кажется чуточку вот какой-то такой он да но опять-таки когда вам нужно подправить кого-то под исправить 67 почему бы и нет мои любимые здесь эмуляции это 67 это 67 нос если нужно чуточку сделать поярче и это 87 винтажный все остальное вот модерн это все все равно возвращает тебя к звуку все того же санктроникса либо вот этот вот черныш я так понимаю там еще тоже верхушечка у него поднимается 12 а вот тут сейчас будет некое поднятие громкости опять-таки это связано возможно с паттернами смотрите 251 он как бы звучит да он звучит погромче не знаю почему 251 возможно эффект близости какой-то что-то наделали и вот он восьмисотый вот он восьмисотый во всей своей красе мы понимаем что тут добавляется немножечко лампы чуточку подкрашивается вершочек и как бы лучше микрофон для записи iron be и дальше пошли всевозможные к честно ни одна из четыреста четырнадцатых мне не нравится не вот этот ранний четыреста четырнадцатый не потом б улс не потом сетчатый до т2 это тл б улс тл то есть это не современные не смотрите на них но и вот этот вот парень очень хорош для женских вокалов чтобы его немножко вот пригасить верха если у вас верха каждый звукорежиссер желает знать в него можно нормально петь но и мы вернулись к союзу с чего мы и начинали похоже на союз или нет это слушайте сами решайте сами сейчас мы послушаем девочку подвесим так 55 и stc 20 и покрутим их давайте посмотрим отпускаю и в небо улетает желтыми листями наше прошлое лето с телефонными глупыми письмами отпускаю и слезы высыхают на ресницах ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться я сменил микрофон думаю вам будет слышно разница потому что он не так подсвистывает в самом верху все таки и так 55 и nt1 пятого поколения черныш и сигначу это парни поровне так сейчас буквально три секунды включу чтобы вы поняли почему ревер почему я запинаюсь и почему ревер накинули высыхают на ресницах ну как же синие звезды давайте с stc 20 и начнем я сейчас это вот так вот за петляю пускаю и в небо и посмотреть что делать сначала накладывается вот это мы сейчас fx дорожку слушаем а вообще вот так вот нужно писать желательно еще немножечко подобрать ультрафильтром если вы понимаете чем и либо закрыть фаб фильтром то есть просто high да high cut или low pass вот фильтр где-то там по 16 опять-таки моя рекомендация ну и не желательно тоже если мы девушка пишем вообще по 80 и отрезайте там человека но если мы не пишем басовый какой-нибудь комбик либо естественно бочку нафиг нам нужен этот весь бас летят в меня сейчас басовой комбике так и немножечко кстати вот вам пожалуйста лексикан офигенно звучащий плагин от тукан вот помню помню про то что мы с туканом с вами скоро будем обработку проходить и давайте что мы такое пощелкаем я понимаю что ей нужно кстати смотрите как примерно выглядит вся вот это вот наша петля то есть не просто то что мы там делали а тут нужно серьезно просаживать и вот там сон лап когда он в своем естественном положении он тоже есть есть там такое положение приводящие его к нолю вот и он тоже показывает этот пик поэтому не совсем стоит доверять тому что все таки указано в аудио тест кичин вот я к чему говорю вот то что указано здесь на самом деле себя этот плагин определяет по другому там сон лап то есть когда он приводит якобы к линейному фильтру он слышит свой микрофон по-другому и теперь давайте послушаем ее нужно на динамической по-любому вот девочку чтобы сглаживать с телефонами вот видите шелковистость 421 сенхайзер на ресницах ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться высыхают на ресницах ну как же синие звезды дн 12 нам с тобой когда-то в него даже как бы радиоэфиры ввели в этот двенадцатый ними глупыми письмами отпускаю вот я к чему говорю линейный то есть это то что приводит микрофон якобы в линейное состояние еще одна степень проверки я тоже с ним пытался то есть писал вот эти все микрофоны 57 сравнивал потом переворачивал и вот пока микрофон к микрофону не перестегнешь не поймешь не получается все равно линейка как вот линейку ты промеришь розовым шумом то есть сложная система поэтому то что вот я сейчас мучаюсь но я один наверно такой в сети на скромные ну давайте с вами пускаю и слезы высыхают на ресниц у нас вокалистка подобралась если вы слышите она верхастенькая поэтому ее вот нужно что-нибудь подбирать такое чтобы мы сейчас увидим те микрофон которые подойдут не глупыми письмами вот эти 49 офигенно высыхают берешь в микс и просто кладешь да там компрессор после этого накладываешь ими глупыми письмами 67 еще раз повторюсь мой любимый микрофон в танцом должны быть сильные проблемы что вокалистка не не пропела в него так пропустили мы носовский то есть это современный 67 высыхают на ресницах ну как же синие звезды в винтажу нам с тобой могли присниться мы видим опускаю и в небо это почему например многие говорят что это там 87 а и звучит плоско вот он вам модерновый плоский да типа микрофон черный даже слушать не будем высыхают на ресницах ну-ка прямо мой звезды нам с тобой могли присниться кости мотофонов определяет 251 лам как ядовитый микрофон и давайте послушаем почему наше прошлое лето с телефонными глупыми письмами отпускаю и отпускаю и лично у меня этот микрофон стоит на втором месте например писануть в рекламу подвешиваешь погнал 55 нт-1 пятого поколения все круто черныш только не один а там свои качельки наше прошлое лето с телефонными глупыми письмами здесь очень краю и слезы более прозрачный высыхают это мы все в двадцатом и заметьте что все равно микрофон будет ровно таким каким он будет и в исходнике с телефонными глупыми письмами пускаю и слезы высыхают на ресницах ну как же силе фонами браз и нейлон это касается если вы смотрели нашу серию про капсюли с василием архиповым это все вот как раз таки кольцо медное или нейлоновое то что 414 это капсюль там си-двенашка та еще ими глупыми письма не отпускаю и слезы высыхают на ресницах ну как же синие звезды и вот смотрите да казалось бы ну что за херня по звуку но вот этот микрофон усадит этот голос микс микс лучше всего мы потом еще мага накинем и добавим этот блеск но он его ужирняет стиль и фонами я понимаю что еще слушай с вами плосковатых наушниках очень много там верхотуры я щас просто мне сыпется уши я понимаю что если бы я был в сенхайзерах кстати в них я поменял чашки смотрите вместо велюра сейчас у меня вот такое вот мягенькая здесь кожзам здесь ткань внутри балдею кайфу уже вторые сутки так поехали высыхают на ресницы опять-таки нельзя микс слушать потому что забанят высыхают на ресницах ну как же си ну вот уже уже хорошо я думаю уже возможно бан перелетел к нам высыхают на ресницах ну как же синие звезды иногда кстати очень прикольно всегда вот ну всегда иногда часто очень 416 палочка прям звучит но опять-таки ей нужно там вот вершочек обрывать вы видите которую не вздернут высыхают на ресницах ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться а вот вам отпускаю и в небо улетает желтыми листьями наше прошлое лето с телефона реально бы в 57 так бы прозвучало и давайте сейчас очень быстро также пробежимся по 55 отпускаю и включаем у 55 смотрите улетает желтыми листьями наше прошлое лето кстати как вариант берете линейку так ужасно звучит телефонными глупыми письмами отпускаю и слезы высыхают на ресницах ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться желтыми листьями наше прошлое лето кстати как вариант берете линейный до накидываете вместе сравниваете с измерительным микрофоном и вот тогда возможно вы тоже вычислите вот эту вот разницу между вашим микрофоном и вот этого вот и можно будет применять в принципе любой микрофон так движемся дальше желтыми листьями наше прошлое лето с телефонами глупыми письмами то есть на этот голос и слезы грубо говоря 3-4 микрофона можно найти вот в чем большой профит в принципе да вот этих систем моделирующих и не обязательно покупать там платить косарик уаду за вот такую вот систему желтыми листьями наше прошлое лето все таки смотрите в 7 винтаж телефонными глупыми письмами отпускаю более зернисто звучит со 7 мой высыхают а модерн нет на ресницах ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться 251 см отпускаю и в небо и опять таки нам не мешает ничего прямо после этого таунсон лаба еще поставить открыть там например SSL консоль в аналог obsession и тоже убрать вершочек тот который нам не нужен либо когда мы имитируем 800 и просто еще дать яркости желтыми листьями наши прошлое лето один из четырех микрофонов который бы зашел на этот голос с телефонными глупыми письмами отпускаю и слезы высыхают на ресницах улз как ультралинейный называли его акг 414 и дефель 563 с телефонными глупыми письмами отпускаю и слезы высыхают на немножко неровный вокал конечно его нужно компрессором было бы еще обработать то еще поджать но и теперь смотрите это ведь вот сколько тейков мы сделали это ведь ну мягкий женский голосочек например тот же костюм от афонов сегодня уже был упомянутый который он говорил что эти системы дают слабину когда давишь на когда давишь так вот давайте я запишу стоимость акапель на продавлю и мы вернемся и послушаем что я там надавил надо ли надавить чтобы больше больше дать давления надо ли навалить чтобы убрать 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 сомнения разные уровни разные давления прочь всем глупости развеем сомнения тем временем я подвесил 2035 хочу перед ним извиниться несмотря на то что микрофон и электретный но здесь большой капсюль здесь нет трансформатора и он минимально красит то есть это самый некрасящий парень при всей своей сбалансированности когда дело в том что это непростой от 2035 это микрофон заказано по экстремально низкой цене на алиэкспрессе и то есть есть вероятность что это подделка и мы с вами когда будем его тестировать совсем скоро еще по нему пробежимся и его засунем в таунсон лаб пока же разговор не об этом давайте послушаем и сейчас смотрите у меня сразу же стоит здесь шура с м7b но чудо не случается тут даже есть кое-что что не вошло в краткую так сказать серию где я пою шура с м7b но мы понимаем что динамика столько комнаты не заберет вот давайте на стс 20 послушаем раздавить чтобы больше больше дать давления надо ли навалить чтобы убрать 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 сомнения ну вот как то там разные громкости разные разности пусть побудет вот так зато разница мы с тобой разные мы с тобой разные но попали в просак разные уровни разные давления прочь всем глупости даже на моем видите развеем сомнения надо ли надавить чтобы больше больше дать давления больше диапазон у меня в плане частотный и здесь чуть больше микрофоны раскрылись надо вид чтобы больше больше дать давления надо ли навалить Чтобы убрать, убрать, убрать сомнения Разные громкости, разные разности Пусть побудет вот так Вот 49-й парнишка всегда звучит Чтобы больше, больше дать давление Разные уравни Разные давления И вот мы приходим уже к такому промежуточному выводу Что в принципе-то, это игрушка, безусловно Она вот для того, чтобы Правильно Илья Лукашев сказал Для коммерческого использования То есть вам нужно рекламку подписать Нужно что-то сделать, взяли Опять-таки, если бы у меня была тысяча долларов Нужно было бы купить универсальный микрофон Почему бы и нет, например При условии, что никакие другие При условии, что вот такая вот студия у меня Мобильная компактная проект Хорошая звуковая карта Не забывайте, должна так же быть Потому что вот эти все фокусы с фокус райтом Масло масляное Я не думаю, что не прокатит, честно Да, вы услышите какую-то разницу Вам будет казаться, что у вас все меняется Но сами ватные преды Разные давления Именно поэтому-то людям и нравится НТ-1А Песочный, дикий, херовый микрофон Но с фокус райтом он нормальный Потому что сквозь вату Это вот этот нож прорывается Ну что, то же самое Давайте с ТАК-55 Послушаем Здесь у нас что стоит А, вот здесь этот парень стоял Ну давайте с прошлого теста Видите, какие-то такие высокие порты Типа уже даже и карандаши пошли в бой Нормально В миксе будет этот карандаш Вот ему эмуляция отлично смотрится И навалить Чтобы убрать, убрать, убрать сомнения Разные громкости, разные разности Пусть побудет вот так А вот тут Шурик с М7Б хорошо На 50... Это не 55-е, это НТ Это у меня здесь просто дорожка названа Все-таки, смотрите Меньше, Роу, чуть меньше Мне кажется, что меньше комнаты наловил-то, а? Чтобы убрать, убрать, убрать сомнения И вот эти уже парни вроде бы неплохие Разные громкости, разные разности Пусть побудет вот так Мы с тобой разные, мы с тобой разные Но попали в просак На долина валить Чтобы убрать, убрать, убрать сомнения Еще раз повторюсь После этого, естественно, нужно подиспользовать компрессор Потом еще раз немножечко Ну, то есть там уже эквалайзер будет какой-нибудь такой Может быть, кто-то сузик накинет, чтобы вырезать всю грязь Но давайте делать вот итог Потому что на самом деле видео затягивается Мы понимаем, что природу обмануть нельзя Если микрофон конденсаторный, он будет конденсаторный Да, мы из него сможем и некое подобие сделать Но превратить 20, 20, 22, 30 милливольт на паскаль в 2 В 1,7 или 1,2, как у Shure SM7B Не получится Это первое Да, мы подкрасим, да, мы испытаем некий вайб И можно, в принципе, моделировать Я уверен, что и этот 20, 35 Его можно будет смоделировать там, сумаб, чтобы искать звук Но, честно скажу, я давно им уже не пользовался Имея у себя там 3, 4, 5 хороших микрофонов Ты, в принципе, имеешь все эти краски И ты можешь закрывать все потребности Так что, когда, знаете, вот у знаменитых звукорежиссеров спрашиваешь про микрофоны Он тебе говорит Да ты знаешь, я их и не перебираю Потому что я уже себе нашел вот мою пятерочку Вот она со мной и ездит Вот так оно и бывает Поэтому, безусловно, тема работает Заходите на Boosty Качайте установочный пак Качайте, там есть мануал Как его использовать Немножечко я вам некоторые фишки показал При записи, когда мы вот сюда, вот в Reaper, например, запись дорожки Лучше подубрать вверх Срезать аккуратненько 16, 15, там, да, килогерц И низ возьмите 40-ку, 60-ку В зависимости от того, что вы делаете Пишите дикторский Ну, срежьте под 60 То есть, можете компрессорчик сразу накинуть А можете просто записать пока А потом, вот так вот, как мы сейчас делаем, в принципе, да Поперебирать Хотя, если бы у меня была вокалистка Был бы алгоритм записи Мы бы вместе с ней слушали ее голос Конкретно под трек То есть, включили бы трек Она бы писалась Я бы ей в наушниках переключал бы все модуляции В принципе, как это и работает с обычным, да Микрофоном L22 Tansun Lab, Sphere UAD, как хотите называйте И мы бы с ней поняли, что О, вот слушай, в этот трек прямо ложится круто А потом бы осталось было дело техники То есть, в принципе, эта система, которая в умелых руках Как говорится, и хрен балалайка Так и эта система в умелых руках Все будет хорошо С вами был ваш Александр Спирит Впереди много всего интересного И STC20, и этот микрофон мы разберем Тут динамические ко мне куча приехала В общем, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали Ставьте какие-нибудь реакции Любые Комментируйте Качайте на Boost И, конечно же, ставьте себе эту систему Пока есть еще возможность, как говорится Пока все из сети не удалили Пока-пока, увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok